Здравствуйте, уважаемые соотечественники! В пятницу по всему Казахстану, по призыву ДВК, мы организовывали митинги. Но я сейчас хотел бы подвести итоги митинга. Многие недоумевают, а почему на плакате именно такой сидит озадаченный Назарбаев и кто-то в инстаграм даже написал, а при чем здесь он, кто он, он разве президент и так далее. Но каждый раз эти вопросы задаются, и когда Назарбаев как бы ушел, стал просто представителем Совета Безопасности, я знаю, что в нашей стране многие поднимали бокалы, пили шампанское, радовались. То есть, ну тогда я сразу сказал, что он не ушел никуда, и он до сих пор повелась, и он контролирует власть, и он не уйдет. Не уйдет сам, пока его об этом не попросит народ. Ну вот, собственно, наверное, для таких наивных людей я комментирую, что Назарбаев контролирует власть, и все события, которые сейчас политически, любые происходят в стране, они проводятся или контролируются лично с султаном Назарбаевым. Для этого у него есть доверенные люди, через которых он осуществляет, ну типа Карим Масимов в первую очередь. Ну а если говорить о нынешнем президенте, Хасим Жемар Такаева, то он никто, он мебель. Поэтому кто-то, если возлагает на него надежды, что вот он сейчас вот там сбросит с плеч, с рук, откуда угодно оковы, и в какой-то момент он скажет свое слово, не заблуждайтесь. Он не для этого Назарбаев назначал Такаева президентом, чтобы этот человек поднял голову и, что называется, добился свободы и стал автономным. Это ноль человек по своей сути. Именно поэтому он находится во власти, именно поэтому он занимал позицию министра, премьера. Это человек ноль, мебель, как я говорю. Куда поставит, там и стоит. Вот собственно поэтому он находится у власти больше года, и вы ничего не видите, никаких результатов, одни проблемы. Ну и даже вопрос не в нем, потому что он все равно ничего не решает. То есть власть у Назарбаева, и поэтому мы, когда говорим, что итоги митинга ставим фотографию Назарбаева, я сейчас хочу разъяснить какие-то более широкие вещи, скрытые для основной части населения, которые, как они говорят, мы далеки от политики, мы не занимаемся политикой. Хотя именно это, собственно, приводит к тому, что у нас проблема с заработной платами, они очень низкие, высокие процентные ставки. То есть политика вами занимается каждый день. И пора осознать, что если вы не занимаетесь политикой, то живете в нищете, проблемах, беспределе полиции и все прочее. Ну и второй вопрос. Очень много было мне звонков, беспокойств, что Мухтар Аблязов теперь не будет заниматься политической деятельностью. Это еще раз говорит о том, что люди не очень правильно и адекватно оценивают текущую обстановку. И вот с учетом моего огромного опыта, знания мировой ситуации политической, а мы, как Казахстан, находимся в русле этой глобальной мировой политики, также знания внутренних механизмов, которые есть в нашей стране. Хотя у нас некоторые мои подписчики удивляются, говорят, как же так, вы, наверное, далеко находитесь и многое не видите. Я, уважаемые друзья, скажу так. Я нахожусь в Париже, но я вижу во много раз лучше, чем миллионы наших граждан, и включая даже те, кто прямо находятся во власти. Это просто знание, работа над собой. Ну и все это вкупе мне дает возможность понимать тренды, куда идет страна и что нам стоит ожидать. В этом вы многократно убеждались. Многие нетерпеливо говорили, а вот ты ошибся, там, в курсе доллара или еще в что-нибудь. Но вернитесь назад, посмотрите мои видео выступления, вы увидите, что я все время говорил по этому поводу, что курс, например, доллара, тенге, будет связан с политикой Национального банка и самого Назарбаева. Сколько денег они будут готовы сжигать из Национального резерва. И поэтому и здесь тоже все прогнозы подтверждаются. Абсолютно везде вы увидите. Это вы ближайшие месяцы можете наблюдать и даже сейчас. Поэтому этот пессимизм, он, конечно, не очень, скажем, уместный, когда люди говорят, что вот, Мухтар Кабулыч, бросьте народ Казахстана, живите своей жизнью. И я по этому поводу говорю, что я и так живу своей жизнью. Я свою жизнь, значительную ее часть, посвятил борьбе с этим режимом. И это моя жизнь. Поэтому все пессимисты, которые считают, что я живу не своей жизнью, заблуждаетесь, вы живите точно своей жизнью, будьте пессимистами. Я просто знаю, что делать. Ну и в качестве примера приведу, что когда я три с половиной года просидел во французских тюрьмах в ожидании решения судебного по экстрадиции, там были такого рода качели. Скажем, если бы это было в Казахстане, меня бы буквально закатали бы в асфальт в течение одного месяца. Получили бы необходимое судебное решение по приказу Назарбаева, а потом просто удушили бы или что-нибудь еще придумали. Но я находился во Франции, зная ее преимущества, определенные сдержки. Здесь тоже не так все теоретически красиво. Есть свои подводные камни, течения. Поэтому я их тоже очень хорошо представляю и Англию, и Европу, и Америку. В целом у меня картина достаточно ясная, чтобы вы понимали. Я представляю, что происходит в мире, включая судебную систему. Итак, я находился три с половиной года во французской тюрьме. И хочу сказать, что я и проигрывал первое решение по экстрадиции, по запросу России и Украины. Потом выигрывал, потом снова проигрывал. В итоге получилось так, что почти я все проиграл. В правительстве Франции было мощнейшее лоббирование со стороны казахских служб. Было лоббирование на самом высоком политическом уровне. То есть международные контракты, масса всего заключалась. Но чтобы все это было направлено на то, чтобы каким-то образом добиться своих целей со стороны Назарбаева и экстрадирует меня в Казахстан. Ну сначала через Россию. Я могу сказать, сейчас уже, когда я знаю все эти решения, ну скажем так, внутреннюю кухню, я могу сказать, что в ноябре 2016 года мои адвокаты были убеждены, что политическое лоббирование со стороны Казахстана приведет к тому, что меня скорее всего экстрадируют. Они были в этом убеждены, потому что машина лоббирования была мощнейшая. На самом высоком уровне шли переговоры, договоренности. Были такие договоренности и с судьями, с прокуратурой и так далее. Но знаете так, я в ноябре, когда ко мне приходили мои родственники в тюрьму, сестра и члены семьи, я им сказал, не позже, чем до конца января 2017 года я выйду из тюрьмы. Это было не просто убеждение фанатика, это было понимание, расчет, знание, какая у нас аргументация, зная силу своих юристов, своей команды. Поэтому, хотя мои адвокаты и члены моей команды были, скажем, очень сильно расстроены, потому что лоббирование было просто нереально сильным. И я им говорил, нет, мы победим и очень скоро я выйду. Но я считал, что при плохом исходе я выйду в конце января, но предполагал, что выйду в конце декабря 2016 года. При этом уже потом некоторые члены моей команды говорили, когда вы это нам озвучивали, писали, мы считали, что у Мухтарка Буловича, что называется, проблема с адекватностью. Ну, конечно, три с половиной года он был в изоляции, в одиночной камере. Ну, там любой человек может свихнуться. Вот, собственно, что они думали обо мне. Ну, и там я находился в камере, в одиночке, работал над книгой по шахматам. Ну, она вышла, ну, точнее, где-то 400 страниц печатного текста, разработал, вернулся к своим исследованиям. Это мне помогало выдержать очень сложный период моей жизни. Ну, опять же, члены моей команды считали, что человек уже, наверное, свихнулся, что вот нашел в себе развлечение, отключается от мира, занимается шахматами. Вот, ну, конечно, я занимался не только шахматами, я исследовал мир, именно экономику, все развивающие страны, все развитые страны. Я изучал военно-морские силы. То есть, фактически, я посвятил все время, которое в тюрьме находился, серьезным изучением важных тем, которые мне пригодились бы в будущем. Развитие промышленности, сельскохозяйства, науки, военные отрасли. Вообще, в принципе, как руководить страной так, чтобы она стала одной из ведущих в мире. Вот, собственно, я в чем ошибся. Я сказал, что в декабре, в конце выйду, 16-го года, ну, при плохом исходе, в конце января 17-го года. Решение суда было озвучено 9 декабря 2016 года. Ну, то есть, я ошибся где-то приблизительно на 3 недели. Решение мою в пользу. При этом было решение высшего суда Франции, в котором было, скажем, осуждение действий правительства Франции, осуждение предыдущих судебных решений. Она окончательная и не подлежит обжалованию, чтобы вы понимали. Когда сейчас казахское правительство Назарбаев, в частности, именно через Токаева, пытается, предпринимает разные попытки моей экстрадиции, придумывая разные обвинения в убийствах и так далее, я, зная эту судебную систему, зная, как это работает, абсолютно уверен, что это невозможно. Вот, собственно, что я хотел сказать тем скептикам и другим, которые считают, что режим настолько силен, и что вот его трудно победить. Это не так. То есть, я фактически боролся против трех государств, когда находился на территории Франции, добился успеха. Более того, успеха добился тогда, когда правительство Франции поддержало решение о запросе на экстрадицию. Мне удалось и это сломать. Чтобы вы понимали, когда ты убежден в своей правоте, когда у тебя есть аргументы, когда у тебя есть команда, если ты последовательно и настойчиво борешься, успех будет неизбежен, тем более, когда ты понимаешь мировые тренды. Вернемся к ситуации в Казахстане. Я хочу сказать следующее. Что было, как организовывался митинг 25 сентября? Уважаемые друзья, вы должны понимать, что к 25 сентябрю именно наша организация «Демократический выбор Казахстана» подошла, наверное, вот если относительно предыдущих периодов времени сравнивать, пику своего развития, именно пику относительно прошлого. Но все у нас впереди. Что я имею в виду? Я хочу сказать, что если буквально 3 месяца назад мы опирались на активистов в Алматы, в Астане, где-то на 50 человек, силами которых мы организовывали различные акции, митинги, проводили работу по смене политического режима, за последние 3 месяца эта численность активистов, на которых мы опираемся, выросла минимум в 10 раз. То есть сейчас в Алматы мы опираемся на группу активистов свыше 500 человек. В Астане свыше 300. И в других городах, где там были буквально единицы, мы опираемся на группу активистов минимум по 100-200 человек. Вы понимаете, это все произошло буквально за 2-3 месяца. Это все произошло только после того, как мы объявили, что необходимо интенсивно создавать ячейки, выходить на прямой контакт со мной в зуме. И этот период времени привел к тому, что наши ряды увеличились в 10 раз минимум. Вот такая вот ситуация. Конечно, многие из вас скажут, а где же эти были ячейки? Ну, я сейчас хочу вам раскрыть картину шире, чтобы вы понимали, где мы находимся. Дело в том, что после событий в Беларуси, они продолжаются, и в Хабаровске, режим Нурсултана Назарбаева напуган. Притом у них паническое состояние. Сегодня вышли новости на канале 16-12. Вы можете увидеть, как в Шимкенте, так и в Астане подтягивались военные подразделения. Шли буквально колонны автомашин, в которых находились военные или силы национальной гвардии. То есть сейчас режим понимает, что достаточно один раз нам проявить, показать свою силу, после этого это будет расти, как снежный ком. Я в качестве примера приводил Беларусь. Когда в середине июня на открытые протесты Беларуси вышли всего лишь, именно в Минске, всего лишь 1600 человек, через месяц уже это количество стало выглядеть, как 63 тысячи, а 9 августа, в день президентских выборов, на улице Беларуси вышло около 300 тысяч человек. Между прочим, те самые 5 процентов, о которых я говорю. В Беларуси живет 9,5 миллионов человек, и когда мы говорим 300 тысяч человек вышли на протесты, приблизительно 5 процентов вышло на улицы и площади Беларуси. И вот, собственно, вы знаете, в воскресенье было 50 дней вот этого противостояния, и сейчас ситуация такова, что Лукашенко весь цивилизованный мир не признал. Его признал в Трукмене. Вот, недавно я видел, что поздравительную телеграмму отправил Такаев, но Россия еще своего слова не сказала, но ясно, что его признает. Но, как ни странно, не признала до сих пор Северная Корея. Северная Корея это тоже такая диктаторская страна, и они должны были прислать телеграмму. Ну вот, даже Северная Корея не признала Лукашенко. Сейчас мир цивилизованный признает, что президентом Беларуси является Светлана Тихановская. Вот она, в частности, сегодня провела встречу с президентом Франции Макроном, и сейчас у нее встречи происходят на самом высоком уровне, и очевидно, что мы в ближайшее время, скорее всего, даже сегодня, будем свидетелями первую парцию крупномасштабных санкций против Беларуси. Во всяком случае, пресс-служба Соединенных Штатов Америки, президента Соединенных Штатов Америки, объявила, что во вторник, то есть сегодня, они озвучат ряд санкций против Беларуси, в частности, против Лукашенко и его ближайшего окружения. Да, его сейчас вынуждены поддерживать Лукашенко, но это будет как чемодан без ручки. То есть, Путин проглотил Крым, получил массу санкций, и у него в связи с этим много проблем. И сейчас в связи с отравлением Навального ожидается новый пакет санкций. И Европа, лидеры европейских государств, они поменяли свою позицию кардинально. Если раньше Европа двигалась в поисках компромисса и так далее, ну, в случае, например, если бы такая ситуация была в Украине, когда они прилетали, евродепутаты, представители Евросоюза, они пытались как-то отрегулировать процесс, были с двух сторон переговорщики, то сейчас позиции у них однозначные. Лукашенко нелегитимный президент, он не признан, будут санкции, буквально сегодня они будут объявлены, и та часть населения, более 90%, которая еще активно не выразила свою позицию, она будет вынуждена выявить, потому что, вы знаете, только за один месяц резервы Национального банка Беларуси упали на 15%, и ситуация экономическая будет ухудшаться, и поэтому все те, кто еще находится в задумчивости, они реально включатся в этот протест, и в любом случае режим Лукашенко падет. Вопрос только в сроках, два месяца, три месяца, возможно полгода, но это максимум, потому что при тотальном его неприятии со страны населения, при полном непризнании Запада, при масштабных санкциях, которые будут еще, не только санкции белорусские, но и российские, в итоге наступит ситуация, что все те, кто прикасается или каким-то образом выражает поддержку, они тоже будут жертвами этих санкций. Это о глобальной ситуации, которая влияет на события в Казахстане. У нас есть немало людей, которые говорят, зачем нам Беларусь, зачем нам Россия, а давайте только Казахстане. Даже первобытные люди, когда жили в пещерах, они смотрели по сторонам и думали, что там делают соседи, нападут ли они на них, а как питают соседи, как они нападают на своих мамонтов. Это делали первобытные люди, все это в конеч счете привело к тому, что мы сейчас находимся на другом уровне развития, мы не живем в пещерах. Это я к тем, кто предлагает руководствоваться интересами только нашей улицы или нашего аула. И все те, кто говорит, давайте говорить только о Казахстане, давайте забудьте об интернете, не пользуйтесь айфонами, не летайте самолетами, не носите одежду, у вас останется, вы будете голыми и будете где-то жить в степи, там замерзности. Вот, собственно, для тех, кто предлагает не смотреть, что происходит в мире. Вот картина такова, теперь смотрите, конечно же, нынешняя политическая верхушка, они смотрят по сторонам и видят, что проблемы-то глобальные, это я говорю о мировых тенденциях, трендах, куда все катится. А мировые тренды устроены так сейчас, что все диктаторские страны падают и это неизбежно будет и в Казахстане. Белоруссия это огромный звонок, потому что совсем недавно, где-то полтора год назад, эти события произошли в Армении, до этого были события в Украине и так далее. Поэтому это неизбежный процесс падения авторитарных диктаторских режимов. Вот, что меня ведет, потому что я понимаю, это неизбежно, я последовательно занимаюсь этим и никто может ко мне не обращаться, не вопрошать, не выражать сочувствие и говорить, что все, наш казахский народ он вялый, никакой, казахи такие-сякие. Я, уважаемые друзья, это не слышу, потому что я сам казах, я вырос в этой стране, я рос в Советском Союзе и знаю, что такое Советский Союз, как Советский Союз подавлял личность, знаю, что такое Система Назарбаева, это осколок того самого Советского режима, несколько модернизированный, поэтому я двигаюсь в рамках мировых трендов, неизбежности перемен, которые произойдут в нашей стране и все свои усилия, свое время, все ресурсы, которые есть у меня, я направляю на борьбу с этим режимом, потому что я убежден, режим падет и мы построим крутую страну. Теперь давайте мы поговорим, что же все-таки произошло в пятницу. Ну, с учетом страха режима, вы можете убедиться в подтверждении моих слов. Произошло следующее. Напуганный режим, но Султан Назарбаева, понимая, что если сейчас не задавить, если сейчас в одном городе протест будет раскрыт, то будет как Беларусь, когда 15 июня вышло всего лишь 1600, а меньше, чем через два месяца вышло 300 тысяч. Будет как Беларусь. И поэтому они поставили задачу задушить тотально везде любые ростки сопротивления. Любые. Но и мы были достаточно подготовлены, сильнее, чем в прошлый раз. И ряд ошибок не позволили нам реализовать вот ту задачу, которую мы перед собой поставили. Но мы это сделаем. Как я сказал, наша задача до конца этого года добиться смены этого режима. И мы имеем для этого все возможности. Итак, что сделал режим? Наши активисты перехватили разговор по рации, который был озвучен полицейскими города-семей, где они говорят, что общие силы, которые они мобилизовали для подавления любых митингов, акций протеста, составил 480 человек. Но в семье живет 320 тысяч человек. Это небольшой средний город, это даже не областной центр, но Комитет национальной безопасности знает, что семей это такой протестный город. И поэтому они мобилизовали все силы. Вот представьте себе, там несколько десятков активистов намеревались выйти на митинг, и против них противостояли 480 человек. То есть там перевес был минимум 15-20 кратный. Ну тогда что же происходило например в Алматы? В Алматы живет реально свыше 2 миллионов человек, то есть приблизительно численность населения в 6 раз больше, чем умножайте 480 на 6 и вы можете быть уверенными, что именно минимум 3000 полицейских участвовало в борьбе против предполагаемого ожидаемого митинга. При этом ясно, что в Алматы таких сил нет. Они мобилизовали полицейские силы из области. И вы сейчас можете посмотреть видео, когда представители АЗТК, как я их иронично называю, НУРАЗТК, за то, что они сотрудничают с нашим режимом. Их журналист, будучи в Астане, ведя прямые эфиры, он сказал, здесь в Астане мы не видим большого количества людей, но журналисты в Алматы передают, что людей очень много. мы были вынуждены провести митинги именно в 19 часов после работы, потому что, когда мы объявляли митинги в субботу и воскресенье, вы знаете, режим запрещал людям выходить на улицы, и в субботу и воскресенье общественный транспорт не ходил. Это я отвечаю на вопрос тех, а почему мы не провели в субботу или воскресенье, потому что в эти дни был запрет, был карантин. И, соответственно, мы вырвали 19 часов, потому что 18 часов люди завершают работу. Если во время работы объявили бы, то вы понимаете, что основная часть населения работала бы, и они бы сказали, что мы не можем появиться на митинге. Поэтому было выбрано время 19 часов. Ну и теперь смотрите, что произошло. Это я говорю минимальную цифру, которую мобилизовала власть, например, в Алматы. Нам, организаторам было понятно, что достаточно нам вывести и сконцентрировать в это время и в это место около автозала Саяхат около 2000 человек, и никакие полицейские силы с этим не справятся. И наши ячейки, которых было достаточно для проведения вот этой акции, были проинструктированы, что они должны собрать минимум 2000 человек в этом месте, затем должно быть шествие по улице Фурманово вверх до Жбек-Жалы, на Арбат и до Старой площади. Это был первый маршрут. Если бы нам все перекрыли, они должны были двигаться к новой площади на Сапаево к Стелле Независимости. Вот, собственно, этот маршрут был расписан по времени и разбит на места, несколько мест. Ну, вот сейчас я слышу, что вот, оказывается, не нужно объявлять место митинга. Уважаемые друзья, как можно не объявлять место митинга и собрать тысячи людей? Потом кто-то говорит, это из критиков, которые не понимают, как это работает, что нужно за час объявить. Где объявить? Ну, допустим, мы же знаете, что у нас нет телефонов, этих тысяч предполагаемых людей, которые придут на митинг. Тогда кому объявить? В социальных сетях? Но многие из вас скажут, что в социальных сетях мало кто присутствует, есть кнопочные телефоны. Ну, и потом. Допустим, вы проводите ТОЙ на 500 человек, а мы проводим не на 500, мы на тысячи. Ну, и представьте себе, что за час до ТОЯ вы решили позвонить своим гостям и сказать, куда прибыть. Вы потратите пару часов, чтобы просто осуществить просто обзвон. Не говоря о том, что вы не можете мгновенно в одну секунду одновременно 500 человек сообщить, что приходите в определенное место. Поэтому вы просто в жизни подумайте, что вам нужно пригласить 500 человек за час до проведения акции. Это нереально. Не говоря о том, что у полиции есть рации, есть машины, и они все время будут раньше, чем наши люди, которые выходят на протест. Поэтому это приложение смешное. Итак, что на самом деле получилось? На самом деле получилось, что имеет достаточное количество участников этого митинга, а именно несколько тысяч человек, а столько и было на самом деле. Наши представители ячеек сделали серию ошибок. Серия ошибок заключалась в следующем. Перед ними была поставлена задача идти группами. То есть в 19 часов если в ячейке 5 человек и каждый член ячейки приглашает по 3 человека за собой ведет. То есть эта группа ячейка шла бы по 20-15-20 человек группа. Какие ошибки сделали представители наших ячеек? Они начали двигаться группами по одному и по 2 человека и договорились что остальные в определенных местах будут собираться. Они нарушили сразу инструкцию. Потому что когда 20 человек идет группой чтобы их затащить в автозак нужно как минимум 4-х кратное превосходство. То есть одного человека вы знаете ведут как минимум 4 полицейских в реальности 6 поднимают за руки за ноги. Поэтому чтобы напасть на группу 20 человек которые готовы защищаться им нужно было 80 полицейских. Понимаете? А если 1-2 то конечно же это не сложно. Побежали быстро раз машину забросили и все. К вашему сведению чтобы вы понимали в этот раз задача была режима показать что вообще митинги нигде не состоялись. Просто задавить и сказать что вот видите нет никакого запроса со стороны общества. Запрос есть и он огромный. И полиция двигалась сейчас действовала как бандиты. Если собиралась группа 3 человека то сразу налетали забрасывали в автозак и самое смешное что мы знаем огромное количество примеров когда машины просто их возили по комнату кругу потом просто отпускали людей даже не доводя их до полицейского участка. Только в двух полицейских участках Алманинского РУВД и Аозовского РУВД но то что мы знаем минимум 200 человек было задержано чтобы понимали а еще масса людей было просто задержано и отпущено то есть полиция действовала как стая бандитов видят три человека резко налетает забрасывает в автозак и вот таким образом они уменьшали численность митингующих которые сделали ошибку они должны были двигаться минимум по 20 человек вот представьте себе вечер и группы идут по 20 по 20 человек и они все понимают что это представители наших ячеек и тогда эти группы могут объединяться прямо на когда перемещается к месту митинга и формируется группа по 50 по 100 человек которые невозможно захватить посадить в автозак если они защищаются то есть по сути дела была сделана вот такая первая ошибка вторая ошибка заключается в том что наши активисты начали общаться в чатах ну где их там по 100 человек они были убеждены что если 100 человек которых они лично знают и вот там доступа не будет комитетчиков то они могут открыто писать что они делают в частности они писали мы стоим на таком-то на такой-то улице в таком-то перекрестке давайте подтягивайтесь сюда буквально через короткое время подъезжает полицейская машина с автозаком их захватывают и была совершена ошибка ошибка заключается в том что мы создавали специальные чеки по 5 человек именно для конспирации есть известная поговорка немцев то что знает двое знает и свинья но я его переначал назвал то что знают трое знает и свинья так вот ну не может чат в котором состоит почти 100 человек чтобы кто-то что-то написал это стать секретом для полиции мы все должны знать мы перешли на другой способ борьбы создание ячеек это фактически подпольная борьба и режим нервничает и конечно же в этих ячейках есть их представители поэтому общую широко доступную информацию там можно давить давать но закрытую только внутри ячейки наши ячейки совершили ошибку они начали в этих чатах излагать ту информацию которая сразу попадала в руки полиции именно поэтому я все время говорю что мы должны взять их численностью и организованностью наши ячейки как раз сделали такие ошибки не повели за собой большие группы не двигались большими группами общались в чатах которые фактически которым был имел доступ полиции и КНБ это все привело к тому что большая масса людей все время рассеивалась силами полиции ну например на Арбате небольшая группа из пяти человек только развернули плакаты они простояли ровно одну минуту больше 30 полицейских на них напали плакаты забрали их увезли в отделение полиции поэтому уважаемые друзья все что например произошло в Алматы или в Астане или в других местах именно то что наши ячейки активисты не смогли мобилизоваться создать большие группы привело к тому что полицейские силы сумели разрушить наши планы но пока я эти дни вчера сегодня провожу активные встречи и беседы в интернете с нашими активистами я могу сказать следующее многие извлекли определенные уроки поняли какие ошибки они сделали длительное время когда мы объясняли что можно делать как действовать к сожалению наши ячейки в полной мере это не осознавали мы двигаемся в подпольных условиях мы должны передавать информацию только внутри ячеек ячейки должны общаться только со штабом который координирует их действия вот такого рода ошибки привели к тому что митинги были задавлены задавлены режим притом тотально по всей стране я знаю ряд городов где впервые планировались провести митинги там небольшие скажем небольшое количество у нас активистов было но и даже в этом случае те города где не планировалось провести ранее вот сейчас мы планировали вывести 300-500 человек что сделали комитетчики они выбрасывали целые десанты представители КНБ и парализовывали деятельность налетали с обысками и так далее сразу скажу что не пугайтесь все эти обыски это все ерунда когда нас будет много у них не хватит сил потому что чтобы парализовать одного активиста им нужно минимум 4-6 полицейских вот представьте себе что в Алматы вот таких активистов допустим тысяч человек сколько им нужно человек чтобы парализовать тысяч человек 6 тысяч полицейских таких сил у них нет поэтому все что они делают они задерживают активиста превентивно до митингов минимум за две недели они в этот раз начали и если количество протестующих и ячеек много то вся их работа не приведет никакому результату что значит много мы знаем что в Алматы более трех тысяч полицейских или в Астане они не смогут выдвинуть соответственно мы говорим что в Алматы в Астане крупных городах миллионниках у нас должно быть тысяч ячеек это пять тысяч активистов я показываю дорожную карту сейчас у нас в Алматы например 500 человек на которых мы можем опираться всего считайте 100 ячеек она нужно тысячу почему тысячу потому что когда будет пять тысяч человек активистов они за собой приведут троих это еще 15 тысяч значит мы гарантированно выведем на митинг 20 тысяч человек эти 500 человек результат буквально трехмесячного максимума труда мы в состоянии стремительно набрать эту массу что нам дает уверенность тому что мы этого добьемся ну во-первых мировые тренды я вам говорил о том что авторитарные страны падают и упадут это очевидно теперь вы посмотрите что в нашей стране происходит несколько миллионов безработных официальных которые совсем недавно до введения карантина считались работающими на начало года в январе власть официально давала цифры 420 тысяч где-то безработных сейчас их несколько миллионов мы не знаем точные цифры но летом власть озвучила что в результате введения карантина свыше трех миллионов человек потеряли работу ну вы же прекрасно понимаете что они не могли за один месяц буквально август или сентябрь снова восстановить эти рабочие места нашей стране миллионы безработных это тот гигантский протестный потенциал который сейчас в любом случае выплеснется на улице и режим будет в итоге снесен далее я еще в марте в апреле озвучивал что в результате неграмотных действий со стороны режима султана Назарбаева наша банковская система будет трещать не важно кто собственник не важно что 90% этих банков принадлежит Назарбаеву ранее вы знаете он каждый год по 10 миллиардов крал из национальных фонда заливал свои банки и так спасал банков системы это благополучные годы когда цена на ней была высокая сейчас размер катастроф в много раз больше люди потеряли работу они не могут оплачивать проценты не могут возвращать основную сумму и у вас на слуху примеры ваших соседей друзей или вы сами когда вы потеряв работу не можете заплатить кредиты раз вы не можете оплатить банку вернуть кредиты а эти деньги банк банк брал у населения в свою очередь они тоже клали на депозиты эти деньги возникает ситуация что те люди которые положили в банки свои деньги могут их не получить потому что заемщики банка не могут вернуть наша банковская система сейчас находится в очень рискованной ситуации чтобы их спасти Назарбаев будет вынужден искать средства заливать в эти банки ну в октябре и ноябре минимум 7-8 миллиардов а по итогам минимум года минимум 15 миллиардов долларов это огромные суммы это огромные суммы и в национальном фонде хотя как бы эти деньги есть но они в ценных бумагах и нужно продать то есть это не так просто и эти трудности сформированы решениями в связи с введением карантина в связи с падением цен на нефть цен на нефть и другое сырье в связи с тем что у нас миллионы людей безработных они не могут платить налоги и бюджет нашей страны теряет гигантские доходы вот собственно все эти проблемы приведут что вас коллекторы будут доставать требовать вернуть деньги вы не будете иметь возможности возникнет соответственно борьба вас будут пытаться выселить что-то отобрать вас будут преследовать вас будут блокировать ваши счета в банках вы потеряете возможность осуществлять платежи кредитными картами это семь с половиной миллиона человек находится в таком состоянии миллионы и поэтому это дополнительно создаст трудности для миллионов соответственно недовольных мало того что несколько миллионов безработных и на них нападают банки вы понимаете что сейчас ситуация в стране очень напряженная да многие еще по разным причинам в первую очередь это страх говорят что мы боимся они нас полностью поддерживают поддерживают наши программы которые абсолютно реальны они сейчас еще боятся выходить но именно наша задача политической организации демократический выбор Казахстана мобилизовать этих людей объединить и продемонстрировать что мы можем кардинально решить эти вопросы кардинально для этого нам просто нужно проводить работу добиться чтобы один из митингов прошел успешно чтобы вышли несколько тысяч человек с которыми ничего не смогла сделать полиции потому что если выйдет две тысячи человек против двух тысяч человек им нужно бросить как минимум четырехкратно больше а именно восемь тысяч полицейских это нереально таких сил у власти нет как только мы проведем такой первый серьезный митинг где выйдут несколько тысяч человек дальше будет как в Беларуси эта масса будет нарастать и все режим будет снесен я вам говорю тренды я вам говорю реальность вы можете посмотреть по каналам различным социальных сетях в нефти там еще какие-то каналы увидеть как разворачивался протест Беларуси да они еще его не снесли но они добились многого нация объединилась запад поддержал кандидата Тихановскую они считают ее легитимным президентом запад сейчас организует санкции многие из вас хотят чтобы вместо нас все решения по смене режима взял на себя запад уважаемые друзья этого не будет запад помогает тем кто помогает себе вышли сотни тысяч белорусов запад стал помогать стал поддерживать финансовую помощь евросоюз выделил 53 миллиона евро и так будет и в казахстане для того чтобы цивилизованный мир развернулся в нашу поддержку мы должны сказать свое слово для этого мы должны просто объединиться для этого мы должны перестать себя ругать и потому что это не помогает для этого мы просто должны знать какие в мире тренды и просто действовать а мы будем продолжать действовать мы будем далее объединять людей создавать ячейки и так в Алматы в Астане наша задача создать количество ячеек минимум по тысячи и у нас будет 5000 активистов в алматы и в астане они как сейчас 500 вот вам дорожная карта вот я показываю что нам нужно делать и это реальность армения изменилась грузия изменилась украина изменилась сейчас на пороге событий беларуси и еще большой вопрос где это раньше произойдет скорее всего может так случиться что и казахстане это раньше произойдет чем беларуси и почему потому что мы знаем куда идем мы понимаем что мы строим парламентскую республику у нас ячейки есть у нас есть организаторы да против нас государство бросает значительные средства но не забывайте что нас почти 19 миллионов а те люди так называемые полицейские которые кажутся поддерживают режим их всего лишь несколько десятков тысяч человек что могут сделать несколько десятков тысяч человек против миллионов объединенных единой целью добиться отставки действующий режима построить крутую страну вы видите какие вдохновенные лица у белорусов что думаете они более продвинутые чем вы нет они просто поняли перешагнули через страх они объединились и теперь на кухнях они берут белую ткань проводят красные полосы по краям сшивает проводят трубки не выходит с огромными знаменами полотнами по своей по стране они объединены и хотят добиться смены лукашенко это их всех объединяет вдохновляет они действуют ничего не боятся до режиме их первое время первую неделю репрессировал но затем лукашенко ныл и плакал если режим наш пойдет по этому пути то ситуация для него будет просто плохая потому что если лукашенко прячет свои активы и их не так просто найти ну запад их знает на самом деле и он предпочитает спрятаться потом в москве то назарбаеву сложнее потому что все свои активы он держит в европе в англии во франции в италии сингапуре держит в объединенных арабских эмиратах я могу сказать так сейчас единая банковская система которая подчиняется международным стандартам все активы его будут арестованы если будут репрессии безусловно запад применит санкции те которые сейчас будут озвучены против лукашенко поэтому нам нужно получить поддержку в виде санкционных решений европейского союза америки но это все возможно только как бонус к нашим действиям а именно наша задача объединиться создать количество определенных ячеек взаимодействовать со штабом и победить это неизбежно как я вам рассказывал ситуацию как я боролся против решений когда несколько государств объединились но мне удалось их победить скоро я объясню я расскажу еще какие победы мы достигли в результате тяжелейшего труда которые казались нереальными и мы вот-вот проиграем сейчас совершенно другая ситуации тот объем трудностей которые не решает нынешний режим он не в состоянии их решить у него не хватает интеллектуального потенциала вообще ничего нервное окончание именно связь с народом этого режима потеряно потеряно окончательно потеряно в давно и мы должны это осознать мы должны объединиться и переломить ситуацию поэтому уважаем друзья мы будем действовать мы будем объединяться мы будем побеждать мы будем проводить работу по созданию новых ячеек мы будем создавать организацию которая будет сильнее чем эти полицейские силы и главное мы имея такое организованное ядро мы должны получить максимальный численный перевес их всего лишь несколько десятков тысяч человек нас миллионы для силовых структур мы дали целый пакет предложений и он будет реализован новым правительством демократического выбора казахстана а именно заработные платы квартиры и еще я знаю что когда полицейские силы за сутки например шимкенте окружили центральный парк через каждые 10 метров стояли представители полиции в алма-атте тоже огромное количество полицейских были мобилизованы мы знаем что среди полиции обсуждались именно вот эти наши предложения по 50 тысяч долларов чтобы полиции полицейские перешли публично и открыты на сторону народа сейчас среди полицейских идет брожение это даст результат весь наш пакет предложений он в любом случае проникнет и взорвет им сознание наша задача продвигать эти программы наша задача добиться чтобы этот незначительный полицейский корпус около 30 тысяч человек прекратил защищать этот режим мы можем это сделать нам не нужно их называть мусорами не нужно оскорблять нам нужно относиться к ним как нашим согражданам нам надо их убеждать и они точно перейдут на сторону народа потому что это прайс произошло в тех странах те были диктаторские режимы совсем недавно буквально около ста лет назад диктаторские режимы и были в европе но после второй мировой войны эти диктаторские режимы просто все начали исчезать и они исчезли то же самое будет и у нас то же самое будет у нас потому что это мировой тренд потому что диктаторы не могут построить нормальную экономику потому что они не работает на благо народа и их крах неизбежен это мы все должны осознавать и поэтому нам осталось сделать важные шаги перетянуть полицейский корпус на сторону народа раз создать количество ячеек то которые озвучил объединиться действует совместными силами этот режим падет и это возможно ближайшие несколько месяцев при плохом исходе полгода 6 7 месяцев мы можем это сделать уважаемые друзья давайте действовать у нас есть политическая сила демократический выбор казахстана которые назарбаев панически боится он в страхе он напуган вы посмотрите сколько сил полиции задействовано вы посмотрите как они заблокировали все улицы закрыли рынки торговые центры базары магазины везде расставили полицейских они нас боятся почему они нас боятся боятся только те кто представляет опасность боятся только сильных они боятся не меня не мухтара облязова которая сейчас вынуждена находиться на территории франции они боятся народа они прекрасно понимают что они украли сотни миллиардов долларов и крадут дальше они прекрасно знают что они построили полицейское государство они прекрасно знают что они в тюрьмах пытает людей они убивают лидеров оппозиции они знают что они преступники и они знают что они за свои преступления ответить перед своим народом где бы они не были мы их найдем в любой точке мира этот цивилизованный мир будет их отдавать чтобы мы провели справедливый и открытый судебный процесс процесс мы это сделаем этот страх пронизан двигается везде и они боятся своего народа потому что нас много нас миллионы их немного и давайте уважаем друзья преодолеем свой страх не будем говорить что у нас ипотека что у нас работа нам страшно потому что нам всего нужно сделать два шага и все это все прекратится и наша жизнь изменится буквально за несколько месяцев нам не нужно будет ждать десятки лет несколько месяцев сколько можно страдать мучиться не иметь жилья получать заработную плату унижающие человеческое достоинство получать ничтожные пособия видеть беспредел со стороны силовых структур ради чего вы сжигаете свою жизнь жизнь своих детей выжигаете будущее нашей страны в конце концов вы унижаете нашу нацию мы сильный мы сильная нация и сможем стать еще сильнее нам осталось буквально сделать два шага мы победим давайте действовать не нойте все нормально Аллах Азастан